всем привет ходил на выставку Яна Фабро в Эрмитаже первый раз был наверное за 10 лет зашел в Эрмитаж очень мне понравился сам Эрмитаж отличается от того десятилетней давности которым я был шикарные залы шикарное оформление так вот выставка Яна Фабро она называется рыцарь отчаяния воин красоты хотел бы показать здесь работы этого художника инсталлятора представляющие некое современное концептуальное искусство такое вот неоднозначное отношение к его работам вот кстати вот эти некие предметы которые сделаны из хитиновых панцирей жуков разноцветных действительно неоднозначное отношение в двенадцати залах расположены его работы работы разные надо сказать что вот с эти фигуры женщины ну как можно предположить тоже сделаны из хитиновых панцирей жуков кстати говорят что есть целая фирма которая выписывает жуков из-за границы из южной африки там съедают а панцирь выбрасывают а вот в его работах он использует как раз вот эти панцири жуков они разноцветные очень красивые действительно необычно смотрится он уже не первый который их конечно использует но вот то что есть что есть если очень интересно необычно очень необычно так вот до 12 залах расположены работы надо сказать что это впервые было сделано в эрмитаже петровский договорился с ним что будет располагать свою работу в том месте где он захочет где ему покажется что эти работы должны висеть ну вот да сами работы эрмитажной экспозиции не каким образом не трогалась как висела так и висит все стоит на своих местах но есть вот элементы включения красного работы яна фавра его рисунки его какие-то скульптуры говорят что очень много сейчас уже вот в настоящее время он родился в бельгии ему с 58 года он 56 лет вот он сам не делает то есть он выставляет какую-то некую концепцию на него работают целые вот бригады художников которые уже воплощает его идею жизнь вот здесь некие маски такие с его лицом что они выражают знаете у нас был экскурсовод который в течение двух часов рассказывал о само выражение твоя на фабра на высоко называется рыцарь отчаянный воин красоты вы знаете сложно действительно судить искусство это или нет вам по мне так это искусство вот видите на фоне картин все некоторые чучела примерно того что отображается на картинах художников возможно видеоряд очень быстро и сложно так рассмотреть все эти работы работы очень много я просто хотел показать все то что есть в 12 залах в армитаже а именно 12 залов отданы яна фавру армитажа он очень известный инсталлятор художник скульптор который делал заказы для бельгийского двора большое внимание он уделяет так называемому синему часу это именно то время когда ночь переходит это зал с принцессы скульптура вот скульптура изабелла бельгийской это девочка на колпачке действительно скульптура бельгийской принцессы вот она ведь в таких джинсах в колпачке стоит вот а это барельефы которые исполнены значит уже 3d графики в раморе это помощница яна фабра тоже в колпачках ну я не знаю что он хотел конечно выразить я мог бы в этом маленьком сюжете прочитать то что написано в интернете вот мое отношение вы знаете в принципе это интересно понравилось или нет да мне понравилось я люблю все такое новое живое мне кажется что даже его работой оживили некоторые залы эрмитажа которые сто лет стоят которые всего-то это зала рубинеса допустим дейка вот сова из муранского стекла вот видите такие синие полотна на это полотна который был на синие ручки это оно которое выполнены как раз из фитиновых оболочек панцирь и жуков вот некие скульптуры скелетом собаки допустим цапли смотрится все это неоднозначно необычно и мое мнение что это просто посетить посетить посмотреть отношение зрителей не показалось нормальным люди смотрят разглядывают ведь выставка так экспозиция осталась которая была то и не убирал и сели картины так и висят но с видимо с этими вкраплениями если можно так сказать работ яна фабра интересный художник интересный скульптор головы сов именно это животное находится как раз на грани дня и ночи как он считает много множество большое количество картин интересных которые когда-то в свое время он делал сама и некоторые работы которые уже делали под его руководством он считает что он уже художник концептуалист то есть он двигает концепцию некой скульптуры я не критик мне сложно даже выразить наверное свою мысль отношения мысли сложно выразить но отношения свое я хочу выразить тем что мне работы понравились много было критики в интернете зачем это сделано мне кажется очень здорово тоже прекрасно как-то живили наши за уровень тоже и спасибо петровскому что он договорился с инфабром вот то что я хотел показать то наверное есть смысл сходить самому вот видите мужчина стоит около картины это тоже инсталляция вот он в окно уносует в картину и действительно капает из носа кровь на пол можно конечно прочитать что каждый предмет и себе представляет зачем он здесь я бы хотел просто показать что что мы имеем такие неоднозначные арт-объекты ну собственно говоря и все так суперно конечно рассказал но как смог так и рассказал приходите в армитаж будет возможность посмотреть работа яна фабра выставка называется рыцарь отчаяние воин красоты все пока всем привет выставка 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 Продолжение следует...